Кыргызстан и Монголия сегодня прорабатывают логистику для увеличения объемов товарооборота. Монголия обладает большим опытом в сфере сельского хозяйства. В рамках государственного визита президента Садыра Джапарва в Монголию в июле этого года были достигнуты соглашения. К примеру, ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям Кыргызстана и Агентством инвестиций и торговли Монголией. Завтра у нас будет подписание этого меморандума. Но меморандум, несмотря на то, что он рамочный, это как первый шаг в становлении сотрудничества между Национальным агентством по инвестициям и Агентством по инвестициям Монголии. Хочу отметить, что согласование данного меморандума тоже заняло определенный процесс, потому что, как я отметила, это была относительно закрытая страна. И кроме сельского хозяйства мы хотим еще развивать вопросы по IT-индустрии, потому что Монголия сегодня выходит на относительно такой передовой уровень в сфере IT. По сравнению с 2021 годом, в 2022 товарооборот между Монголией и Кыргызстаном вырос более чем 2,5% и составил более 2,5 миллиона долларов. В частности, экспорт увеличился более чем в два раза, а импорт в пять раз. Сегодня налаживается сотрудничество на уровне городов. Между мэрами городов Бишкек и Улан-Батор был подписан меморандум о сотрудничестве. В частности, Кыргызстан планирует принять у Монголии опыт борьбы со смугом. Я встречался с мэром города Улан-Батор и замминистром энергетики. Меня интересовал самый главный вопрос, что как решить смог у нас город Бишкек. У нас тоже есть свои планы мероприятия, тем не менее, нам надо изучить опыт других стран, других городов. Поэтому я был на заводе, сырой уголь они никогда не сжигают, запретили в городе Улан-Батор. Кроме того, в июле этого года с участием президента Садыра Джапарова было открыто посольство Кыргызстана в Монголии. По мнению аналитиков, это позволяет двум странам выстраивать прямой диалог между двумя странами. То, как не посол, должен вести непосредственно в стране пребывание эту активную работу по продвижению наших национальных интересов, по укреплению двухсторонних отношений. И посол должен давать предложение, в каком направлении укреплять наши двухсторонние интересы. Только находясь там, на месте, мы можем это видеть. Тем более, Монголия является и членом Шанхайской организации сотрудничества, и ряда других международных организаций, в рамках которого мы не только двухсторонние отношения, но и можем согласовывать повестку дня и в рамках международных организаций. В рамках первого государственного визита Сады Раджапарова в Монголии лидерами стран подписана совместная декларация о Кыргызстане и Монголии об установлении дружбы и сотрудничества.